Всем привет! С вами Таня Генерал. Это канал Субъективно об Америке. В сегодняшнем видео хочу рассказать вам о смешных, забавных, нелепых американских традициях, связанных с Рождеством. Потому что последние две недели у нас все вертится только вокруг этого. Забыт даже Трамп с его скандальными выборами, забыта стрельба, забыты потопы. Сейчас у всех голова занята только одним. Как бы весело-весело встретить Рождество. Традиционно это время считается самым загруженным временем для путешествий, потому что в американских традициях есть железное правило на Рождество приезжать домой. По официальным данным, сегодня и завтра, дни перед Рождеством, четверг и пятница, 22 и 23 декабря, считаются самыми загруженными днями в году. По дорогам, по трафику, по аэропортам, по ездам там, где они есть и другим средствам передвижения. Сегодня на радиостанции утром сообщали о том, что ожидается перевезти 1 миллион 600 тысяч пассажиров. Как они это посчитали, не знаю. Любят американцы цифрами разбрасываться. Поэтому, несмотря на то, что в школах уже начались каникулы и желтые автобусы не создают трафик по утрам, дороги все-таки загружены. Народ прибывает, мощным потоком, много машин с номерами других штатов, много людей, одетых не по погоде, так как они приезжают сюда из северных штатов. У нас снова тепло, где-то порядка 28 градусов, слегка пасмурно. В общем, великолепная погода. Еще одна забавная американская традиция – это, конечно же, музыка. Везде, 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 везде сейчас звучат рождественские песни. Они звучат, как в оригинальном исполнении очень старые, так и их более современные обработки. Песни я включаю громко-громко и все время езжу, слушаю и пою. Мало того, что это, конечно же, хорошая практика английского, ну и плюс, конечно же, это хорошее настроение. Все время у меня сразу вызывает улыбку даже первые такты любой песенки. Традиционная забавная рождественская штука – это разного вида печенье. Пряничный домик я уже по вам показывала. Мой собственный, как я его сама изготовила. Это очень традиционная вещь для Рождества. И еще пряничные человечки. Этих пряничных человечков я нашла в полуготовом виде, то есть они выпечены из имбирного теста, но еще не оформлены. И продается отдельно набор для их оформления. Я планирую в прямом эфире 25 декабря пообщаться со зрителями, ответить на вопросы и заодно показать вам, как я этих человечков делаю. Самая моя любимая американская традиция – это, конечно же, украшать дома. Я не знаю, как у меня в этом году получится с подобными съемками, но я очень вам рекомендую посмотреть видео с прошлых лет, с подобных походов, с подобных мероприятий. Одно из видео, я сейчас поставлю на него ссылку, оно было сделано в городе Кинвуде, где я раньше жила. Человек абсолютно помешан на поездах. И к рождеству он не просто делает рождественское оформление, он еще выставляет всю свою коллекцию поездов, паровозиков и тепловозов. И они все работают, все гудят, ездят, перевозят грузы, вываливают эти грузы, туда садятся пассажиры. Это просто сказочная страна. И я делала видео об этом пару лет назад. Рекомендую вам очень посмотреть это видео. Также, конечно, наряжают дома, дворы, квартиры. Это очень красиво, это все светится, это все поет, сверкает. И это еще одна американская традиция, которая мне очень нравится. Ну, для начала, конечно же, напомню вам, что у меня есть видео, где я тоже делала вот такой домик. Это, собственно говоря, печенечное соревнование. Во время праздника Рождества все американцы сходят с ума по печенью и вот по подобным сооружениям. Существует несколько рецептов традиционного праздничного рождественского печенья. Они, конечно же, зависят и от национальности тех, кто их печет. Тут даже-то вообще в чистом виде такие штуки, которые можно повесить на елку. Вот эти товарищи еще не принесли свои печенья. Какие-то розы, розицы. Обычно, конечно же, это с большим добавлением имбиря, корицы, шоколада. У нас здесь даже веганские печенюшки кто-то сделал. Я в этом году не участвую, поэтому меня пригласили быть судьей. Сейчас соберутся все судьи, мы перепробуем все печеньки. Потом вынесем постановление, какое из них самое лучшее печенье и победителю будет вручен приз. Жувачка! Я не знаю, что это. Я знаю, что это. Я знаю, что это. праздничное оформление это еще один большой кусок праздника как приятно приходить на работу и видеть вот так все украшено и вот такую вот елку с вам покажу чем заканчивается елка вот так сначала разнообразные игрушки 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 и вот такая вот шапка на верху как они без звезд на верхушке живут непонятно странные люди концы идти конечно же коллеги пришли на печенюшки субтитры сделал DimaTorzok 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 совершенно другое звучание это вот такая вот радость веселье они яркие они бывают очень большие они бывают маленькие их помещают где только можно на дверях, на окнах к ним добавляют лампочки, они светятся иногда вместе с ними играет музыка и они конечно же создают очень классное настроение еще одна американская фишка украшать не только свои жилища но еще и машины время от времени можно встретить вот таким образом украшенную машину однажды я на хайвее видела большой пикап типа вот этого и у него из багажника торчали ноги Санты и было непонятно то ли он везет эти ноги для того чтобы украсить свой дом то ли это постоянное украшение да, вот так вот взяли на мустанг при собачьей леди до мороза счастье во, а тут как раз мне встретился большущий форт именно с носиком и рогами такой мягкий носик тынь-тынь и вот такие рога иногда еще такие рога бывают с колокольчиками у этого колокольчики все отвалились вот такие рога а в цветочных магазинах безумство красного и белого и вот эти пуансехии которые для меня например в Москве были просто признаком роскоши никогда они у меня не жили не росли все время погибали здесь они продаются в принципе как обычные срезанные цветы всех размеров разных цветов и оттенков и их скупают пачками моя цветочная королева рассказывала что это самый востребованный товар сейчас в магазине и конечно же кактусы декабристы кто напишет название мне по-русски тому будет огромная благодарность я забыла как он называется по-русски как вы правильное название зига кактус вот так вот когда вы приезжаете в магазин за покупками на свой рождественский стол чтобы вы не забыли еще и об украшениях вам все эти эти вот так расставлены это какой-то в этом году новый сорт я таких не видела у них листья это интересно оформлены очень какие-то кудрявые просили цену вот цена большие маленьких уже нет я успела купить три маленьких по 3,99 но у меня красные кто придет ко мне на прямой эфир 25 числа утром будет увидит мои понсетии мы там будем делать песочных человечков и общаться и делиться праздничным настроением ну и конечно же бело-красный цвет элементы крови и снега композиции на стол ох, куплю сразу 10 так они мне нравятся ой, это кому-то уже да, нельзя ее купить ах, жалко цветочная королева тут просто жжет напалмом осчастливливает народ направо и налево вот такими вот композициями на стол ну вот это-то хоть не для кого можно мне эту сколько стоит? ооо, 35 долларов нет, я пожалуй так постою но красиво сил нет, Лена ну и классические розы что? у нас на Рождество неожиданно начали цвести розы большими-большими пышными кустами и на Рождество начинают цвести розы традиционно незадолго до Рождества проходит первая волна холода я так понимаю что у них есть какой-то секрет им зачем-то этот холод нужен потому что все остальное время года эти кусты представляют из себя ну такие дохленькие кустики с небольшими розочками а вот именно сейчас как только произошло первое похолодание и может быть иногда даже до нуля температура упала розы вдруг понимают что наступило их время и начинают цвести как сумасшедшие это какой-то особенный сорт он к сожалению абсолютно не пахнет но тем не менее такие вот изгороди а эти розы очень популярны в Хьюстоне около многих торговых центров они вот сажают их в виде живых изгородей и они конечно выглядят очень нарядно и осы проснулись а еще раз в году как раз перед рождеством броская и яркая откровенная бижутерная бижутерия перестает быть признаком дурного тона и становится предметом гардероба каждой уважающей себя американки сережки с рождественской символикой брошки сережки опять подвески подвески брошки браслеты конечно же все вот абсолютно в таком духе подвеска на ключи все-все-все для того чтобы поддерживать рождественское настроение создавать дух Рождества такие украшения есть в гардеробе у каждой уважающей себя американской женщины и не уважающей себя тоже иногда можно увидеть девушку или женщину увешанную практически как рождественская елка всеми этими украшениями сразу и сережки и браслеты и ожерелье на шею мне кажется классная традиция они такие забавные эти украшения такие милые смешные и стоят недорого что скажете и конечно же история про американские рождественские традиции была бы неполной если бы я не рассказала вам о красных свитерах изначально идея как обычно была хороша это просто цвет рождества красный и какие-то элементы каким-то образом связанные с рождеством например снежинки пингвины олени какие-то слова и прочее и прочее ну как обычно некоторые люди довели это все до абсурда и свитера и свитера стали представлять из себя просто нагромождение всех символов рождества которые только можно себе представить деды мороза и снеговики и лампочки и фонарики и все остальное какие-то новогодние украшения все то что радует глаз и придает настроение и в один прекрасный день возникла традиция устраивать соревнования которое называется Ugly Christmas Contest соревнования на самый ужасный рождественский свитер этот день на это соревнование люди стараются надеть самое-самое вычурное выпендрежное чрезмерное одеяние и победить в этом соревновании я поставлю ссылочку на пост в моем блоге два года назад у нас в компании было такое соревнование и действительно народ извращался и защищался как мог там есть очень забавные фотографии победил надо признаться наш вице-президент его свитер побить не мог никто он был просто вызывающе прекрасен рождественские свитера на сегодняшний день уже не являются такой уж необходимостью и элементом гардероба это скорее элемент стеба и конечно же американская промышленность не могла оставить без внимания такой элемент стеба на сегодняшний день в магазинах можно купить так называемый Ugly Christmas Kit это набор который в себя включает сам свитер и разные лампочки фонарики и всякие другие финтифлюшки которые к свитеру прикрепляются и человек отправляется на соревнования и выигрывает свой приз весело не скучно ждает дух Рождества поддерживает хорошее настроение это собственно говоря все что нам может понадобиться в этот прекрасный день как же можно было оставить без внимания домашних животных как это они не почувствуют дух Рождества обязательно для них покупаются подарки для них обязательно вешается отдельный чулок на камин куда они получают свои новогодние подарочки рождественские подарочки и конечно же одежда для собак в этом сезоне тоже в стиле Рождества ну как же без этого никак нельзя поводочки разные штуки погрызть поиграть и пошуршать конечно же рождественские свитера с непременными атрибутами Рождества красным цветом оленями снежинками игрушки должны непременно носить рождественский дух потому что они же дарятся на Рождество и поэтому можно допустить чтобы например ваш котик не понял что это Рождество это рождественский подарок его допустить никак нельзя лежанки тоже должны быть в таком стиле оформлены интересно собаки и кошки понимают разницу между игрушками которые в рождественском стиле и не в рождественском стиле говорят что собаки цветов не различают а кошки да конечно гораздо приятнее получить косточку перевязанную рождественской ленточкой чем просто косточку сразу настроение повышается еще одна примета Рождества без которой не обходится Рождество ни в один год это вот такие вот колокольчики и люди в красных фартуках которые располагаются везде на всех выходах и входах магазины гастрономы и прочее Армия Сосспасения это общественная благотворительная организация и вот этот колокольчик он своего рода такое напоминание что Крисмос что Рождество это не только праздник о подарках это еще и праздник о благодеяниях это еще и праздник заботы о ближних вот так стоят они звенят и не дают пройти мимо этого ящичка и собирают пожертвования здесь такой сотрудник армии спасения загореленький периодически начинает петь песни песни И самая классная американская привычка, которая меня не перестает радовать, и, наверное, к ней я никогда не привыкну, где бы вы ни были, что бы вы ни делали, даже при звонке в службу поддержки в эти праздничные дни вам обязательно скажут Merry Christmas, Happy New Year, и что-нибудь еще приятное. Да, я знаю, что это все сценарии, я знаю, что все это фальшивка, но, как я вам уже говорила, я предпочитаю фальшивые улыбки искреннему угрюмому выражению лица. У меня на сегодня все. Спасибо вам за просмотр. Не забудьте поставить лайк, поделиться моим видео, подписаться, если вы еще нет. И расскажите о своих традициях. Если вы не отмечаете Рождество, пусть это будет Новый год, потому что у меня в силу моей культурной разницы с Америкой, у меня эти праздники сместились и слились в одно, и я по-прежнему не чувствую никакого духа Рождества, но я чувствую Новый год. Новый год! Поэтому расскажите в комментариях о ваших традициях, о ваших привычках, о ваших каких-то маленьких ритуалах, которые вы совершаете в преддверии этого праздника, и которые вас настраивают на этот праздник. Это очень важно. Знать, что создает ваше настроение. А я потом ссылкой на это видео поделюсь с одной моей московской подругой, которая сейчас очень переживает, что праздничное настроение к ней никак не придет. Может быть, она в ваших комментариях найдет для себя что-то полезное. У меня на сегодня все. Обнимаю вас всех крепко-крепко. Пока! Это одна из ведущих радиостанций. У них все это время... У них все это время перед Рождеством...